Дорожные беседы Эти программы Их уже достаточно много Именно в дороге И Пользуясь случаем Я хочу записать сейчас Тоже В купе находясь Поезда Махачкала Санкт-Петербург 135 поезд И я нахожусь сейчас В поездке из Ростова на Дону И Хотел бы записать эту программу Я часто беру с собой камеру Конечно Как вы уже заметили, наверное, в социальных сетях Оставляю много И проповедей И таких вот бесед Поучительных Записываю их в аэропорту В аэропортах На вокзалах В автобусе В поезде Как сейчас, допустим Вот и пользуясь случаем, что Вот Сейчас такой не сезон И Как бы никто нам не мешает Никто мне не мешает записываться Я опять еду Один в купе И Попутчики все вышли Слава Богу За эту возможность Записать еще одну программу Сегодня Шестое Марта Я хочу сказать о Пуриме Друзья О празднике Пурим Пурим Дело в том, что завтра Седьмого числа Седьмое Марта По такой давней-давней традиции Которая идет Еще Как мы говорим Еще в ветхозаветных времен Соблюдается Такой пост Эстер Пост Эсфири Восьмого числа В этом году В этом году Девятнадцатом году Восьмого марта В России празднуется Как женский день Но также Именно в этот день Совпадает В девятнадцатом году С праздником Пурим Праздник Пурим Он Описан в Библии Поэтому Не только для евреев Но и для христиан Это очень важно знать И Важно Каким-то образом Вспоминать об этом Так или иначе Знаете Некоторые христиане Допустим Убеждены И православные И протестанты Католики С кем я общаюсь С кем дружу Они убеждены Что Ну Такие праздники Которые хоть в Библии написаны Но они для евреев Пусть евреи их соблюдают Но Как бы Ну мессианские Может быть евреи Те, которые приняли Иешуа Но Они Именно как еврейская община Пусть они их празднуют А мы христиане Как бы Если допустим Из язычников Из допустим Обращенные Из русских Вот Русские христиане Украинские Там американские Африканские Не важно С других народов Со всех Не с еврейского народа С других народов Земли То есть мы язычники И обращенные язычники Что нам это как бы Не надо Ну Как бы Зачем оно И Зачем усложнять Своё христианство Зачем усложнять Как бы свою жизнь Вот Правда такова Что Наша жизнь Она Из праздников Тоже некоторых состоит Из будней Из праздников И какие-то праздники Мы всё равно будем праздновать Хочешь Хотим Или не хотим Какие-то события Мы вспоминаем Какие-то праздники Мы празднуем Вот И их много праздников Откроем К примеру Наш церковный Православный календарь И там Этих праздников Очень много Празднолюбцы Как Говорит Говорят Тексты Богослужерные Порой Православные Самих же Православных христиан То есть Мы любим праздники Да На самом деле Их очень много Этих праздников Каждый день Какие-то есть события Вспоминаемые Какие-то святые Большие Малые Великие Какие-то праздники Большие Малые Некоторые Мы называем Господним Некоторые Называем Великими Праздниками Да Это Традиция Тысячелетняя Полторы Тысячелетняя Традиция Но есть Еще более Давняя Традиция Есть еще Более Глубокая Традиция И Есть Традиция Божья Традиция Интересно Да Вот мы Порой Называем Господними Праздниками В традиции Православной Религиозной Традиции Называем Праздники Которые Так или иначе Посвящены Господу Господу Спасителю Нашему Иисусу Христу Допустим Рождество Христово Крещение Господне Да Какие еще Мы знаем Такие Господни Преображения Господни Ну какие Сейчас на память Приходят Много событий Из жизни Господа Бога И Спаса Нашего Иисуса Христа Как написано В календаре Православном Вспоминаются И эти праздники Потому Мы их так Называем Господни Праздниками Хотя Конечно Не Господь И устанавливал Их устанавливали Люди Эти праздники Эти праздники Как бы В нашей Деноминации В православные Не только в православные Конечно Они есть И у католиков Конечно Безусловно Мы же вышли С католицизма Собственно Или они от нас Это такой Древний спор Не будем влазить В этот спор Короче Мы разошлись Однажды В 11 столетии С католиками С нашими братьями Западноевропейскими Но с тех пор У нас все так Как бы В крифе В кось Но Ничего Как бы И в католической И в православной Традиции Это есть Да и в протестантской Традиции Знаете Протестанты Это же вчерашние Католики Вчерашние православные Чаще всего Раньше Допустим В период Царизма Допустим Или Европейской Тирании Папизма Невозможно было Представить себе Какую-то Альтернативную Христианскую церковь Поэтому держалась Структура Через насилие Через инквизицию И прочее Но Протестантские церкви Чаще всего Даже особо Не задумываются Или как сейчас говорят Не заморачиваются Просто берут Традиции Уже существующую Православную Католическую И ее Больше или меньше Используют Конечно В протестантской Традиции Допустим Не используются К примеру Не используются Допустим Богородичные праздники Праздники В честь Святых Каких-то Я не слышал Допустим Что протестанты Празднули Рождество Богородицы Допустим Успения Богородицы Может быть Есть такие протестанты Я не спорю Но Я не встречал Я много знаком С протестантизмом Последние годы Я часто общаюсь С протестантами У меня много друзей Постарей Про разных Дениминаций Конфессий Протестантских Баптисты Песятники Харизматы Адвентисты Очень разные Лютеране Кровенисты Реформаты Ну как бы Ну знаете Протестантизм В целом Конечно Явление Очень прогрессивное Именно Конечно же Держащийся Слово Божьего Пересматривающий Вот уже Пять столетий Знаете Вот Реформация Продолжается Я Богу за это Очень благодарен За то что Уже пять столетий Продолжается Такое Как бы сказать Очищение что ли Церкви Освобождение Церкви Я сегодня буду говорить О празднике Пурим Но не совсем обычно О празднике Пурим Много говорится Христианами Разной Дениминации Евреями Христианами Но Я хочу В разрезе Реформации Поговорить с вами Как Священнослужитель Как Архиепископ Украинской Реформаторской Православной Церкви Те кто не знаком Зайдите на наш сайт На сайт Церкви Alive Church Dat info Живаяцерковь Точка Инфо Ваше здоровье Пока Сегодня попью Чайку Еще подорву В поезде Очень люблю чай пить Наверное вы тоже Это очень такая Давняя Уже Традиция Не знаю как В других странах мира Но В советской традиции Есть такая Народная традиция Как только Мы в поезде Мы Любим чай пить Кстати Я с китайцами ехал в поезде Они тоже очень любят чай пить Они прямо вот Еще не успели тронуться Они уже сразу раз Туда к термосу Когда мы начнем К самовару Когда мы их назвать Не знаю Там тут же кипяточек Носят Там Все Все Так Очень живо Живо И пьют чай Это хорошо Наверное Ваше здоровье Да И Если вы мало знакомы Еще с Православным Реформаторским Движением То с обновленчеством Современным То вы можете На нашем сайте На сайте Украинской Реформаторской Православной Церкви В любую поисковую Системе вводите Украинская Реформаторская Православная Церковь Ukraine Reforming Orthodox Church Там на русском На английском Есть материалы И Конечно Название Это Alive Church Dat info Живая церковь Точка Info Так вот И Там в тезисах Церкви нашей Говорится немного О праздниках Тезисы Почитайте пожалуйста Те кто не знакомы Или мало знаком С обновленчеством Православным Сегодняшним Современным То я рекомендую Очень рекомендую Такие Почитать Эти тезисы Там есть Вверху нашего сайта Как раз Такая строчка Церкви Нет не церкви В разделе церкви Миссии служения Там адреса Наших священнослужителей А вот Их имейлы Телефоны И мои Также контакты Там странички В социальных сетях Мои там есть И наших священников И Не о том А там еще наверху Есть такая рубрика Называется Тезисы Православной реформации Как это так назвали Этот раздел И Там есть 20 тезисов Открывается Это собора 2003 года В Киеве Второго Поместного собора В Кулининской Реформаторской Православной церкви И там В общем-то Главные такие темы Указаны Как раз Реформация Мы держимся до сих пор Этого курса Тогда заданного Но для Тех кто хочет Поглубже узнать Именно Веручение Реформаторской Православной церкви О направлении Нашем То там же В этой же рубрике На этой же странице Есть В PDF формате 100 тезисов Православной реформации Их можете Прочесть Распечатать И Поглубже узнать Там немного Тоже праздника Говорится Там говорится Что мы не празднуем Празднования Как реформаторы Как обновленцы Как Именно Реформаторы Православные Мы не празднуем Допустим Праздники Богородичные Связанные Я уже назвал Те, что протестанты Не празднули В этом плане Мы тоже протестанты Потому что Мы протестуем Против таких Заблуждений Таких Древних Заблуждений Тысячелетних Полторы тысячелетних Заблуждений То есть Нам Лишнее совершенно Празднение В честь Марии Матери Иисуса Христа В честь Других Умерших Святых Или Ангелов Мы празднуем Только Господа Бога Всемогущего Празднение И знаете Господа Братья Сестры Но Вопрос С Господними Праздник Не так Прост Как он Кажется По первости Очень все Непросто Потому что Хотя праздники Допустим Мы празднуем Там Рождество Крещение Перепрожение Но Положа руку на сердце Эти праздники Знаете ли Ну Из пальца высосаны И знаете Из потолка взяты И События евангельские Да Не спорю Но Это Как бы Формировало все В момент Когда Церковь вышла Из-под поля И она попала Под Диктат Такой власти Под Ну В тиски Цесарепопизма И Конечно же Политики Как хотели Так и Кромсали Цело Христа Это тема Отдельных лекций Кому интересно Послушайте мои лекции По истории христианства И по истории христианской церкви Цесарепопизма И многое вам прояснится Я убежден Кстати Вот я в Ростове Дону Был сейчас В эти дни С 1 по 4 марта Проводил семинары Служения Проповедовал много И Даже немного Хриф Как слышите Наверное И знаете И записывался Семинар Кстати Надеюсь Что очень скоро Семинар Уже Будет в сети И Если нет То вы можете Заказать Какие-то записи Не знаю Там У ребят Там хорошие камеры В церкви Церковь Христа Спасителя Город Ростов На Дону Пастор Владимир Хвалов Там У них У ребят Смотрю Хорошие камеры Значит Там Нет Так Любительская Обычная Камера Джей Вести Значит У них Конечно Хорошая Серьезная Аппаратура Они записали Классно Я думаю Все будет У них И в ближайшее Время Можно Будет Это Все Значит Заказать Свяжитесь С ними Пожалуйста Еще Кстати Также Меня приглашал Собственно Пастор Александр Это раввин Мессианской Местной Ростов На Дону Синагоги Общины Мессианские Христиане Там Мессианские Верующие Очень активно Принимали участие В этом семинаре А сам семинар Я хотя Заглавил Израиль Церковь Церковь Израиль Вчера Сегодня И завтра Но Так получилось Что Три вечера Было Отведено Этой Теме Не в один Из этих Трех Вечеров Я так И не начал По сути По большому Счету Именно Саму Тему Так Получилось Что Я верю Что Это Бог Так Просто Вел Нате Я говорил О вещах Об Израиле О церкви Да Но Как бы В таком Разрезе Знаете Подготовляя Больше К этому Семинару Чем Именно Приступая К самой Теме Потому что Тема Очень глубокая Большая Обширная Тема Даже Не Я надеюсь Что В ближайшее Время В Ростове В Индону Получится Провести Такий Семинар Именно На эту Тему Непосредственно Да И Как я говорил Уже Выше О праздниках Именно И приближаясь К празднику Пурим Завтра Будет Пост Посвященный Как раз Празднику Пурим Его в традиции Называют Еврейское Христианское Именно Как Пост Эстер В начале А потом Уже Сам праздник Пурим Седьмого Числа Вечером Начинается Господними Праздниками По большому счету Можно назвать Те праздники Которые Говорит Библия Где Бог Который Бог Сам Установил Праздник Пурим Хотя Не Бог Его Сам Устанавливал Но Написан Библией Он Был На самом деле Свидетельством Божьего Чудом И Иисус Христос Мессия Ишуа Машех Он Праздновал Этот праздник Конечно же Как и все остальные Евреи И апостолы Иисуса Христа Первые Верующие Мессианские Эти христиане Они праздновали Поэтому Я думаю Что Есть смысл И нам Христианам Сегодня 21 столетия Независимо От нашей Национальности Если в нашем сердце Живет Иисус Мессия Ишуа То мы должны На самом деле Обо многом Задуматься Знаете Праздник Пурим Это не просто Праздник Избавления Даже Который был Когда-то Праздник Пурим Это Избавление Которое происходит Сейчас В наши дни Потому что Бог наш Он есть Бог Пурима И Любящим Написано в Новом Завете Любящим Бога Призванным По его Изволению Все Содействует Ко Благу Даже Если Ты Не Еврей Если Ты Часть Народа Божьего Если Ты Покаялся Принял Ишуа Машеха Если Принял Иисуса Христа Спасителя Своего То Ты Наследник Великих Благоставений Библии И Конечно Пурим Не Замедлит Ждать Он Обязательно Будет В твоей Судьбе Какие Бо враги Не бросали А тебе Злое Против Верующих Против Церкви Иисуса Христа Против Божьего Народа Против Израиля Государства Против Народа Еврейского То есть То чем Библия То это Оружие Будет Неуспешным И это Правда Много Из примеров На семинаре Я некоторые Вечи Приводил Из истории Израиля На лекциях По истории Христианства Я Привожу Много Примеров Из истории Церкви Тоже Как раз У меня Таких Пуримов Больших Или малых Пуримов Вот в этом году Собираюсь Дай Бог В Чехию В Прагу И я думаю Обязательно На конференции Буду говорить О Яне Гуси Великом Чешском Реформаторе О Мургарских Братьях И Конечно Касательно Допустим Гусицких Войн Когда Просто Крестовый Поход Был обрушен На Маленький Чешский Народ И Европа Объединенная По сути Под властью Безбожная Европа Католическая Под властью Римского Папы Как Антихриста Николая Такого Тирана Тогда Ужасные Времена Были Конечно То самое Злое 15-е Столетие И Крестовый Поход По сути Был объявлен Против Маленького Чешского Народа И Армия Была Разгромлена Первая Волна Если вы Интересовались Как-то Историей Чехии Историей Пробуждения Там Реформации Обновления Чехии То Конечно Вы Обратили Внимание На тот Факт Что Это было Сверхъестественное Это было Первое Сражение Сам Бог Вступился За Чехов Они молились Постились Перед Богом Они понимали Что силы Неравны И они Не смогут Выставить Против Такой Гигантской Армии Крестоносцев Но Господь Усмотрел Натили И Враги Были повержены Они Сами Себя Поубивали По большому счету Чехии Лишь Потом Видели Полное Поле Мертвых Этих Рыцарей И Собирали Вооружение Вот Какая-то Еще Остановочка У нас Такая Есть Походу Я так Понимаю Это Совсем Маленькая Остановочка Полустанок По требованию Я не знаю Извиняюсь За голос За те Денья Хрип Слава Богу Так Вот Господа Друзья Приближаясь К празднику Пурим Тогда Если Кто Мало Может быть Понимает О чем Даже Говорю Может быть Может мало Знает Праздник О празднике Открутите Библии Ваши И Просто Почитайте Про Книгу Исфирь Там Все Очень Подробно Рассказывается Конечно Враги Хотели Уничтожить Народ Божий Но ничего Не получилось У них Потому что Была смелая Женщина Которая Доверилась На самом деле Богу И они Постились Молились И победа Была За нами Слава Богу Но Кушая На этом празднике У шамана Мы вспоминаем Что Господь Он На самом деле Он Врагов наших Поражает Главное Чтобы мы доверяли Ему Смирялись Перед Ним Написано Что если народ Смирится Если народ Будет Искать Лица Его Божьего И сам Бог Сказал Если будем Мы Молиться Каяться То Господь Он Будет Заступаться На самом деле Это так Бог Помилуй нас Господь Помилуй Мы нуждаемся В этом Сегодня В заступничестве Народ Божий Нуждается Ну а друзья Ну и касательно Праздников Господних Они есть В Библии О празднике Пурим Я думаю Это Не только для евреев Но и для христиан Потому как Мы все Читаем Библию Назидаемся Вразумляемся Для нас Это книга Бога Духновенная И книга Такой земли В такой Не очень Дружной Семье Народов Нашей планеты Слава Богу Господь Родил Свой народ Чтобы Говорить Этому миру О том Что он есть На белом свете И что он жив И Есть традиции На этот праздник Традиции Допустим Угощать Сладостями Какими-то Ну Переслать Подарки Такие Знаете ли Через кого-то еще Допустим Благоставлять Жертвовать Нищим Помогать Бедным Это очень Хорошая традиция И В Ортодоксальных Синагогах Соблюдается Другая традиция Еще Напиваться В это Это дело Значит До тех пор Напиваться Алкоголем Чтобы Уже не отличать Уже благословение От проклятия Аммана Того злобного Гитлера Того времени От Мардыхая То есть Ну Эта традиция Уже не для христиан Потому что в Библии написано Нового Завета Что не упивайтесь вином А исполняйтесь Духом Поэтому Для Значит Новозаветных Празднолюбцев Для Новозаветных Тех Кто Христиан Кто будет праздновать И мессианских Праздновать Пурим Есть Добрый совет Исполняйтесь Божьим Духом Это Знаете ли Это Это Новозаветное Такое Благо Такое Это Новозаветное Такое Обетование Это На самом деле Отличительная черта Как раз Новозаветного Времени Когда Действительно Время благодать Мы называем Когда Дух Святой Не просто точечные Какие-то удары Наносят На нашу планету Приходят На царей Отдельных пророков Отдельных людей Как было в Ветхом Завете Но Дух Святой Безраздельно Господствует Царствует И Удерживающий здесь Дух Святой здесь Он сейчас здесь с вами Можете призвать Его имя Призвать имя Бога Отца Сына Святого Духа Можете помолиться Прямо сейчас Призвать имя Иисуса Христа И Пообщаться С Духом Святым Да Это может быть Странно выглядит Но В Библии Нового Завета Говорится Что Общение с Духом Святым Пребудет со всеми вами То есть Это личность Это личность Некоторые Правда есть такие люди Называя себя христианами Они считают Что это просто энергия Сила Но это Конечно же Глупые Совершенного зрения Потому что Оно не библейское Потому что Согласно слову Имеем Общение С Духом Святым Как можно Общаться С Энергией Просто Это Абсурд Тем более Есть мысль У Духа Это мыслящее Существо Это Личность Мысль Которая мыслит Которая говорит Которая С Которая С Которая Можно Общение Просто Он Невидим Невидим И Некоторые Евреи В частности Сомневаются Потому что Говорят Они Многобожники Или христиане Потому что Говорят Об Отце И Сыне Святом Духе Нет Ни в коем Разе Даже Кстати Мы говорим Об одном Боге Один Бог Да Мы говорим О трех Божествах Но и Об одном Боге Это Кажется Абсурд Как ни странно И сама Еврейская Традиция Говорит Тоже Примерно Об этом Есть Об этом Очень Интересное Свидетство Из Талмуда Из Других Писаний И Сама Молитва Шма Самое Знаменитое Исповедание Такое Короткое Очень Кредо Символ Веры Шма Исраэль Адонай Лахейн Адонай Эхат Слушай Израиль Господь Бог наш Господь Единый Его слово Эхат Единый Не как Единственный Да Единственный Да Но Означает Именно Единство Которое В согласии Единство Которое Действительно Больше Чем Просто Один Как написано Это же слово Кстати говорится О мужчине Женщине Которое Вступает В брак Тоже Эхат Написано Я женатый Человек И Я сейчас Нахожусь В поезде Моя жена Дома Но мы Согласно Доре Согласно Библии Мы Эхат Мы Одно Мы Едино Потому что Бог нас Соединил И Знаете Мы остались Двумя личностями Да После брака Мы не Слились Знаете Как сиамский Мы не Мы не Срослись Мы не стали Одним организмом Даже скажу так Мы Разные Люди Мы Притираемся Все эти годы Уже больше 20 лет Живем вместе И вот Это Слава Богу Удивительное Таинство брака И скажу Что Но мы Мужчина И женщина И вот Так же Бог Написано Эхат Значит Он единый Он единый И отец И сын И дух Святой Си Судри Написано Едино Можете пообщаться С Богом И пусть Пурим Он будет В вашей судьбе Божий переворот Аман Тогдашний Как я его называю Гитлер В тех времен Он просто бросал Жребель и Сталин Какой-то Тиран такой Тиран Которого хотел уничтожить И стрибить Божий народ Как было у Сталина Там допустим Дело врачей Помните Из истории Когда он хотел Истребить Божий народ Но Получилось Не так Получилось Что Бог Ступился И Пурим Опять состоялся Весной 53-го Состоялся Божий Пурим Опять Как и много Сталительного Ну ладно Вот Ну снова в дороге Надеюсь Уже В доле Запишу еще Как раз В Москве И Даст Бог В Петербурге Тоже Ну запишу я В еще программу Как раз О Пуриме Посмотрим По времени Где я буду В эти дни Посмотрим Я буду сразу Записываться И быть На связи Пусть Бог Благословит вас Дорогие друзья Во имя Ишума Шеха Во имя Иисуса Христа Аминь